Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Геокс КТ. Мы продолжаем играть в различные игры. И да, я обещал, что выпущу этот видос, но он должен был выйти, мать его, пять дней назад. Моя жирная задница не позволяла встать и сделать этот сраный видосик, хотя вы его ждёте. Эгоист я этакий. Дизлайк, отписка. Ладно, я шучу, не отписывайтесь от меня, иначе я буду плакать и закрою канал. Шучу. Сегодня мы играем в очень интересную игру. Называется она Роботы. Роботс, да, она просто так и называется. Что здесь надо делать? Отбиваться от роботов. В этой игре нельзя выиграть, но вверху написано, что мировой рекорд это 10-тысячный раунд. Это 100% читеры, потому что мой рекорд это всего лишь 15-й раунд, а тут 10-тысяч. Это вообще кто сидел и играл в это? 10-тысяч раундов. Сколько год он это играл, в эту игру без остановки? Я не знаю. Что надо делать? Отбиваться от роботов и пытаться как можно дольше продержаться. В этой менюшке можно прокачивать оружие. Оно у меня совсем не прокачено, вот этот пистолет. У меня куплен, ну это был по дефолту, GFS-18. Есть пистолет ещё Niner. Вот такой вот, похож на дигл какой-то. Есть ещё 44 Magnum Opus, он платный. Есть также пистолеты-пулемёты. TK-10 я купил, но он не очень хороший. MPK-5, RHB-90. Quaternion, это тоже платная штука, Quaternion. Потом M14T, это я хочу купить, но чё-то он слишком дорогой. GG-36 Compact тоже дорогой. И Scarlet вообще платный, за реальные деньги. А шотган у меня куплен Falcon, вот этот вот. Он у меня прокачан по дамагу на максимум. То есть он наносит у меня максимум урона. Это оружие просто имба. И ещё, давайте сейчас прямо на ваших глазах я прокачаю количество патронов, которые в него помещаются. Вот. У меня были сейчас монеты здесь. И я их успешно потратил. И поехали. Давайте посмотрим на то, что мы сможем сделать. Поехали. Появляемся мы в таком вот интересном хай-теч здании с надписью E-Defense. Y-Defense это типа какая-то компания, которая производит роботов, пытается убить всех людей. А мы типа спасители мира, должны будем от них отбиваться. Вот в этих пунктах их производят и вытаскивают сюда, гады такие. И я должен, буду их убивать. Раз, два, три. Раз, два, три. На первом раунде это вообще ничтожество. С обычного непрокачанного пистолета они умирают и складываются как карточные домики, оставляя за собой вот эти чёрные пятна по всей хате, я хотел сказать, по всему зданию. И потом они пропадают. С третьего раунда пойдёт действительно самое интересное. Бо-патроны бесплатные. И в принципе давайте пойдём до третьего раунда и постараемся выжить как можно дольше. Мой рекорд 15 раунд, как я и говорил. Давайте попробуем сделать максимум, что я могу. Надо сейчас накопить 2500, чтобы открыть вот эту дверь, потому что открытие новых комнат здесь за игровые денежки. И главное не потратить сейчас... Тихо. Вот, хорошо. Не надо собирать вот эти часики, это самый тупой бонус. Он только делает всё хуже, он замедляет за чем-то время. Ой. Да, босс свалился, каждые три раунда он сваливается. Так вот этот бонус замедляет время, это вообще никчёмная ерунда. Что насчёт моего ХП? ХП здесь нету, потому что это игра на выживание, здесь не должно быть какой-то ХП. Вместо него здесь просто... Как вам сказать? По количеству прикосновений они могут меня тронуть два только раза. Тихо, 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 тихо! Вот они два раза меня тронули, и я сейчас чуть не сдох. Было бы странно сдохнуть на третьем раунде. Теперь давайте им отомстим за это. Кстати, у меня нет патронов. Покупать их надо вот в этой точке покупки. Но когда у меня такая ситуация будет, что вообще не будет денег на покупку патронов, мне выпадают патроны. Мне дадут такое количество патронов, насколько у меня хватает денег. Вот как-то это так, можно сказать. Надо сейчас прибить этих гадов. Но у меня не получится заработать два косаря. Неудачно получилось. Мне не выпадают с них патроны, и это очень плохо. Мне нужны бесплатные патроны, а мне упал максимальный домах. Ну ладно. Все, да, видите, у меня кончились патроны. Давайте купим их в магазине. Я вместо него купил другой пистолет. Но это тоже неплохо. Другой пистолет у меня гораздо лучше вкачан. А также он более меткий. У него более маленький разброс. И давайте, надо замочить этого босса, а то он не мешает этой четвертой волне. Комнату ту я открыл. О, бег. Хорошо, бег это замечательно. Я буду постепенно рассказывать вам о тех вещах, которые кажутся для вас новыми и непонятными. Спокойно. С крысы заходит, конечно. Это, в общем, плохо. Так. Я говорил, что я не люблю шутеры. Но эта игра, это непростой шутер. Здесь это боты, и это в прямом смысле боты. И это довольно прикольно, да. Игра 2016 года. И с тех пор она не обновлялась, но выглядит это все просто замечательно. Так, давай. Умирай. Замечательно. Итак, что вот это такое? Это коробка патронов. В ней патроны на 50% дешевле. Что я имею в виду? Ой, 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 ой. Быстрей, 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 быстрей. Надо купить Falcon. Сейчас, погоди. Все, я купил Falcon. Зачем вы опять включили сирену свою гребаную? Быстрее бежим отсюда. Это смерть, ребята. Это смерть. Если я сейчас не успею отсюда выбежать, замечательно. Все, я успел. Иди нафиг. Так, о чем я говорил? Так вот, в этих коробках на 50% дешевле патроны. То есть, здесь я тысячу плачу, а здесь всего лишь 500. А-а-а! Не трогайте меня, железные головы. На, даблкил. На. Ой, нифига себе, я впервые вижу, чтобы они там спускались. Так было видно. Так вот. Поэтому лучше купить вот эту очень дорогую коробку. И потом платить по 500 очков, как это сказать. А не тысячу. Но, чем дольше у меня будет раундов, тем дороже патроны будут становиться в этих коробках. Пока они не станут дороже. Это будет игра меня пытаться прибить. Да, потому что если я буду выживать примерно 10 раундов, игра подумает, что это прям очень даже много. И будет пытаться меня как-то свернуть. Кстати, давайте откроем вот эту центральную комнату, потому что от неё идёт весь мой успех. И неуспех тоже. Так, ага, ещё один робот выпал. Босс. Он выпадает каждые три раунда. Если вы ещё не успели понять, то я вам это сейчас сказал. Давайте пытаться накопить на коробку патронов. А также давайте сначала соберём этих ботов в кучку. Или в паровозе, как ещё можно это сказать. И сюда. Отлично. Да, их уже очень много. Как видите, у меня уже шестая волна. С каждым разом их будет становиться всё больше. И они будут становиться всё быстрее и сильнее. А также более живучие. Спокойно. А также у меня кончаются патрончики. Их надо будет скоро восполнять. Поэтому я надеюсь, что я успею накопить столько очков, чтобы можно было прикупить эти патроны. Отлично. Босс уже искрится, потому что у меня очень сильно вкачан урон на этом фалконе. А ещё это шотган. И он очень сильно урон наносит. На. 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 Ну, это было очень легко. Бесконечные патроны. И, в принципе, давайте пойдём купим эту коробку. Собственно, это будет гораздо даже удобнее. И если у меня кончатся патроны, не дай бог, я смогу их здесь купить по гораздо меньшей цене. Так, платим мы 3650 очков. И покупаем теперь патроны по 500. Но у меня уже хватает патронов. Поэтому я сейчас не буду тратить деньги. Пустую. Давайте лучше... Эй, а лёд, что такой живучий-то уже? Как видите, мне уже требуется раз, два и три. То есть уже три выстрела требуются на одного бота. Если я, конечно, нашу критический урон, то только два. Он меня ещё ударить успел. Офигенно. Я не понимаю, когда у меня получается критический. Видимо, когда я в голову им стреляю. Тоже непонятно. Можно также прицеливаться. Вот, как видите. Так. Так-так-так-так-так-так-так. Сейчас меня убьёт, да? А, нет, я ещё выжил. Я говорил, что у меня есть только два касания. То есть, если они меня коснутся три раза, то я труп. Ну, если вы досмотрите до момента, где я буду трупом, то вы досмотрите до этого момента. Офигенная интрига. Так, 3790. Можно открыть ещё одну коробку. Она стоит столько же. Ури. Пойдёмте лучше откроем двери новые. Это будет полезней. Потому что чем больше у меня будет места на карте, тем проще мне будет выжить. Но тем больше роботов будет производиться в разных точках. Всё. На следующую дверь у меня уже не хватит монет. Что иронично. Надо было накопить как минимум 5000, чтобы всё было нормально. Где этот искрящийся консервный чувачок? Чувачок. Седьмой раунд. Что ж, давайте я тогда выложу все свои патроны и уже потом... А, нет, чего я жду-то? У меня же ещё есть гаечный ключ, которым я могу бить им по голове. Но это очень опасно на этих раундах, потому что сейчас они стали слишком уж сильными и быстрыми, чтобы им по голове бить гаечным ключом. Вот, как видите, это практически ничего. Но их можно добивать. Смотрите, если патроны кончились, можно вот так, знаешь. Вот. Один раз выстрел сделал, один раз не потратил. Вот. Ой, я критически сделал. Хорошо. В общем, как-то так это работает. Я не знаю точно как. Как видите, они стали уже очень быстрыми. Но я доживал до 15-го раунда и знаю, что это такое на самом деле. Их стало уже очень много. Это тоже очень плохо. Это был новый бот, по сути, потому что я ему ничего не снес. Умри. Ладно, 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 я вас не трогаю. Ладно, я вас не трогаю. Сейчас я вас просто зарежу этим оружием. Нет, я им не зарежу. На. На. Зачем вы такие сильные-то уже стали? Вы должны быть еще слабыми. У меня на максимум все прокачано. Чуваки. На. Ну, теперь у меня точно кончились патроны. Придется идти покупать. А еще я зачем-то купил этот гаечный ключ. Ну, видимо, только для того, чтобы показать вам, что здесь еще есть такая функция. Поэтому я называл эту игру очень интересной. Так, давайте купим патрончиков. Так, хорошо. Продолжаем. Рубиться. С ботами. На. 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 Ага, трикпл килл. Хорошо. Давай. Хорошо. Оу. Неплохо. Я так с них выбил. Масльца. Давай. Мелиха его. Давай, отлично. Еще по голове. На. Побежали. Быстрее. Надо открыть центральную комнату вторую, чтобы у нас был полный доступ ко всем комнатам и чтобы они переплетались. У меня еще, конечно, несколько комнат не открыто. Вот она. Открываем. И у нас открывается центральная дверь. Вот это. Теперь мы можем сделать вот такой срез и попасть сразу сюда. И у нас девятая волна. Так. Раз. 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 Что-то такой живучий-то. Видел, что ли? Ой. Просрал. Я слышно. По умолчанию кнопки, которые сейчас вы видите на экране справа, у меня стояли в совершенно неудобных местах. В настройках мне пришлось их перенастраивать, как мне будет удобно. И все равно я иногда задеваю не те кнопки, которые мне нужны. Именно поэтому я кнопку Aim, прицелиться, убрал так высоко, потому что я постоянно ее случайно нажимал и из-за этого проигрывал. Как только я ее убрал, я заметно стал лучше играть. Я серьезно говорю. Так. Иди сюда. Давай еще. Красавчик. Давай еще. Молодчик. Давай, давай. А, спокойно. Вот это я опять увлекся. В прошлый раз я так проиграл, поэтому лучше больше не заниматься такой ерундой. Давай. Ё-моё, я просто деньги рублю. Да убей ты этого гада желтого. Давай. Тихо, 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 тихо. Крысы, крысы, крысы. Крысы полезли из-за всех щелей. Давай. Давай еще. Красава. Салют. Шесть косарей. Ха. Собери. На. О, все, отлично. Сейчас я еще одну коробку куплю. Пойду открывать другие комнаты. Звездец вам всем. Давайте купим. Все, пацанчики. Вам уже не сбежать от меня. Я уже иду к вам. За вашей душой. Давай, 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 давай. Поднимаемся, поднимаемся. Елькорп. Десятый раунд. Это, в принципе, уже много. Сейчас мне начнут повышать цены на коробки с патронами. Это тоже плохо. Так, пятьсот. Нет, все еще пока что не повышают. Ну ничего, с одиннадцатого раунда, наверное, начнут повышать. Так, куда мне идти, я не знаю. Надо идти открывать новую комнату, а сейчас там роботы полезут изо всех щелей. Это будет опасно. Я не хочу умирать. Я хочу жить. Но почему ты не можешь просто сбежать с этой комнаты? Зачем ты отбиваешься от этих роботов? Елькорп пропускает все равно больше роботов, чем ты сможешь их убить. Ты человек, а их куча, и это роботы. Не пофиг, что у тебя оружие. Они просто идут на тебя. У них какие-то щупальца железные. Вместо лазеров или чего того, что вы от них ожидаете. У них просто... Что? Робот-наездник. Так, у них просто какие-то гаечные ключи в руках. И они меня умудряются этим как-то убивать. На мне что? Футболка какая-то. Что я так восприимчив к их ударам? Я не знаю. Давайте просто побегаем, пофармим. Монет. В принципе, все. Давайте, я думаю, этого достаточно. Отлично сейчас было красиво. Давайте пойдем откроем другие комнаты. У меня хватит денег, я вот так думаю. К тому же, я сюда еще ни разу не ходил. Ну, кроме того, когда покупал вот этого. Ну, в принципе, вот они, последние двери. То есть, смотрите, мы открываем. Вот здесь 950. Вот еще одна коробка. Это надо тоже запомнить. И вот еще одна дверь. В принципе, сейчас мы открыли все двери на этой карте. Это, в принципе, все. И что, здесь есть один пункт покупки мели. Зачем это сделано, я не знаю. Это самое бесполезное. Есть еще один пункт покупки оружия, дорогой. Вот здесь. И дефенс. Ну, в принципе, все. С этой картой, я думаю, все понятно. Потом вот такой переход здесь есть. Прямо как у нас в Рашке. И все. Это вся карта. Да, я знаю, что она покажется вам маленькой. Но... Ефель. А, Ефель, а не Ель. Что я прочитал-то? Ефелькорт, да. Ну, и где вы? А, вот они. Замечательно. Да, интеллект у этих роботов действительно очень сильно развит. И хоть эта игра 2016 года, и с тех пор она не обновлялась. Блин, я собрал тут все-таки этот тупой бонус. Ну, в общем, вы его успели увидеть. Давайте я вам покажу, как это выглядит. Ну-ка. Ну, я думал, понятно. Вот, в общем-то, как-то так. Давайте, все, одиннадцатый раунд. Да давай, успокаивайся, хватит. Мне не нужен этот бонус. Самый наитупейший. Зачем он нужен? Так, перезаряжаемся. Что я еще мог вам не показать? Естественно, я вам не показал другую карту, которая присутствует в этой игре. Кстати, я в ней еще не был, но я знаю, что есть другая карта. Я сейчас умру. А, нет, я еще жив. Я иду не так, как я люблю. Надо идти в другую сторону. Ё-моё. Ой. Ой-ё-ёй. Одиннадцатый раунд, это уже очень много. Не утрогайте меня, железные гады. Успокаивайся, отдохни. Кстати, какие они уже быстрые. Вспомните их на первом раунде. И вспомните, и посмотрите на них сейчас. На, на, на. Да что такое. Квадрокилы просто сделаю. Квадрокилы. Вы понимаете? Квадра, это же просто. Семь косарей очков. Куда мне их тратить? Что? Осталось купить только последнюю коробку. А также можно купить себе другой пистолет, чтобы вот так его менять. Смотри, вот так достал его, да, когда кончились патроны. И шмаляешь их из пистолета, который их нифига не может убить. Давайте я все-таки докачаю вот этот наш Falcon до максимума, как я и хотел сначала. Кстати, очень игра сильно греет телефон. Особенно у меня сейчас открыто два приложения. У меня телефон стоит на зарядке, когда я записываю. Это тоже очень плохо. А также я записываю, и у меня открыта довольно-таки требовательная игра. Потому что выглядит она не очень-то и дерьмовая, я должен вам сказать. Она даже очень красивая. Вот. Кстати, у нашего главного героя очень выперли вены. И это очень даже нехорошо. А еще у меня кончились патроны, поэтому бежим скорее покупать... А-а-а! Скорее, скорее, скорее бежим покупать обо-бокс. Перезаряжаемся. И вот, вы видели? Патроны там стоят уже 700. 700, а раньше стоили 500. Я говорил, что игра будет пытаться нас выпилить. Здесь стоят два сострявших бота. Видимо, они еще не готовы. И слава богу. Я не знаю, будут ли они ходить, но надеюсь, что не будут. Потому что если вдруг такая громадина пойдет... Хотя нет, навряд ли здесь очень узкие проходы. Они не могут здесь ходить. Но если они вдруг начнут пускать меня ракеты, которые будут за мной летать по всей карте, это очень даже будет страшно. Продолжаем. Продолжаем. Просто посмотрите, какая армия. Это просто. Я не знаю, как мне с них отбиваться. Я уже могу купить себе новый пистолет и Falcon еще один. Я не знаю, правда, зачем мне это. Этот босс просто уже не умирает. А нет, он уже искрится. У меня сейчас уже будет 10 тысяч монет, точнее очков. И это очень-очень большой оверлимит. Зачем мне столько, если я уже все купил на этой карте? Это игра своеобразный кликер и прокачиватель. То есть, это игра на прокачивание. Ты здесь постоянно качаешься, зарабатываешь монеты и качаешься. Зарабатываешь монеты и качаешься. Вот, в принципе, вся игра. Ну, а также это небольшой и прикольный шутер. Кстати, это игра от разработчиков DLC-симулятора, который я обязательно должен буду снять. Потому что эта игра очень ржачная, очень странная. Возможно, она даже может потягаться с LSD-дремумулятором. Хотя там она не 3D, это тоже шутер. Ты просто вот так поворачиваешься по 360 и отстреливаешься от всяких мемов, которые летят на тебя. Обязательно я должен буду заснять эту игру. Если я вдруг забуду, напомните мне, если вы досмотрели до этого момента. Хотя она вряд ли. Потому что эта игра интересна только тогда, когда ты в нее играешь сам. Которую вы сейчас видите на экране. Ой, я испугался чего-то. Вот этих бошек. Я говорю очень много слов в секунду. Это называется оверсловие, если такой термин есть. А еще я сейчас сдохну, потому что здесь есть узкий коридор. И если я сюда войду, то я уже не разминусь с этими ботами. Или нет, я смог. Хорошо. Повезло. И в принципе все. Я купил абсолютно все, что мог на этой карте. Потому что все остальные оружия у меня заблокированы. Еще, как я и говорил, можно сейчас потратить на пистолет все эти оружия. Что? Все эти деньги. Видите, они настолько уже быстры, что когда выходят из этих пунктов, уже просто вылетают оттуда. Это 13-й раунд. Я не хочу ставить рекорд, потому что это очень долго. Все равно мое оружие уже не справляется с ними. Давайте купим. И давайте перекупим наш пистолет. И еще купим еще раз вот этот вот дробовик себе. Смотрите. А игра тормозится хоть, когда я ее покупаю? Нет, она не тормозится. Е-мое, еще сдохну. Нифига себе, не сдох. Это странно. Неплохой сюрприз, да? Вот, теперь у меня можно менять на более прокачанный пистолет. Это вроде бы диггл. Но, как видите, он вообще ничего не делает. Он вообще ничего не может сделать. Поэтому давайте я все-таки буду придерживаться принципов и стрелять из моего фалкона. Потому что он гораздо лучше. И, в принципе, все. Я уже ни на что не могу потратить свои деньги. Я купил мили. Я купил все. Открыл все блоки. Я купил абсолютно все. Открыл все двери. И мне остается только покупать новую карту. И бегать уже, произвиваться на ней. И завершать игру. Где еще боты остались? А, вот еще один. Да, это теперь затянется надолго. Потому что теперь не меня боты ищут, а я их ищу. Потому что те, кто искрятся, они очень медленные. Вот, например, да? И еще где-то затерялись. Вот два еще стоят здесь. Вот еще один. На. 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 Бесплатные патроны. Замечательно. Вот, кстати, стоят их здесь увеличенные копии оружия. То есть вот этими гаечными хватателями они меня пытаются как-то убить. И у них иногда это получается. Иногда я даже на шестом раунде сливаю по тупости, скорее всего. Ну и давайте будем тогда уже отстреливаться, пока у меня силы есть. То есть пока у меня эти роботы не выбьют вообще все, все, что у меня есть. Будем сражаться. Хотя мне кажется, что уже настал мне каюк. Да. А, или нет. Чтобы поставить новый рекорд, я должен еще поиграть два раунда. А также я должен откуда-то взять сколько, 50 тысяч, да, очков. По-моему, это мой рекорд. И я у меня откуда-то взялось 50 тысяч очков. 40 там у меня было. Я 45, по-моему, тысяч очков накопил. И как-то жил с ними, с этими очками. Еще, по-моему, с текитеном, с этим ужасным оружием. Не знаю, откуда у меня бралось столько очков. И у меня тогда даже раунд был, по-моему, 9-10. Я не помню, какой точно. Даблкил. То есть вы видите, да, насколько уже огромное количество здесь ботов ходит и ездит. Уже 20 тысяч, да, довольно-таки быстро я коплю все эти очки. Когда мне будут выпадать бонусы бесплатных патронов? Я не хочу тратить деньги, я хочу идти на рекорд. Я должен его поставить. Отлично. А, нельзя, 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 нельзя. Они мне сейчас зарежут так. Нет, все довольно-таки легко получается. Вот уже 15-й раунд, мой рекордный. Здесь я сдался ботам. Напомню, я им сдался. Я не стал долго выживать, потому что у меня, во-первых, телефон был горячий, во-вторых, я пазал на треньку. Так бы я был, наверное, и до 17-го раунда дожил. Видите, они уже просто, они потом будут перелетать через эту ограду. Замечательно у нас получилось пройти на новый рекорд. Что я сделал? Я застрял в стене, у стены точнее. Давайте посмотрим на мои статы. 15-й раунд, 56660 у нас очков, 260 килов. Смотрите, 660, 260, 1209. 1209. Ну ладно. А теперь давайте докачаем все-таки наш фалкон до максимума. Новые достижения. Какое? Tactical. Прокачать все оружие на максимум, я так понимаю. Что ж, я очень рад. Это мое первое оружие, которое я прокачал на максимум. Что такое клип? Я все еще не понимаю. Я не знаю. Я когда пытался вставить этот перевод в переводчик, он мне написал. Апгрейдить клип. Спасибо! Спасибо, да, за помощь. Что я могу прокачать еще? Естественно, я могу прокачать свой стартовый пистол, потому что меня прям бесит. Ну-ка, давай-ка вот так мы сейчас сделаем с тобой. Зачем я вот это прокачал? Зачем я это сделал? Ладно. В общем, дорогие друзья, вот такая игрушка. Если она вам понравилась, обязательно напишите. Вот ее авторы создавали ее, видимо, очень долго. Создавали ее с душой для нас. Получилась она очень даже неплохо. И вот такой видосик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, открывайте описание. Там вы найдете все, что вам потребуется и знать об этом канале. Перейти куда-нибудь, какие-нибудь ссылочки. В общем-то, вам должно все это дело понравиться. Всем пока. С вами был Йокс ГД. Удачи. Лол. Что еще сказать-то?